Добрый день! Вы знаете, у меня сегодня очень странная письма. Буквально несколько дней назад мы с коллегами выбирали произведение живых насекрадейки, введение своих мусков в наших полях. И вот сейчас они исят на день от залового стола людей. И по сути мы словно своих детей отправили во взрослых в серьезную жизнь. И спасибо большое всему коллективу Русского музея за удивительные возможности. Раньше многие наши сокровища были скрыты в фонах, не были доступны для широкого зрителя. А вот сейчас вы получаете возможность увидеть, прикоснуться к этому. Это работа весьма известных художников. Артур Павдидина, Борис Приборьева, Георгия Велийского, Татьяна Бруни. Так и те, кого вы, по сути дела, очень широко и не знали. Это Верий Кейнштейн, Александр Семенов, Екатерина Францова, Роман Велийский. И хочется сказать еще спасибо большое художникам, которые нашли свое время, вдохновились к этому искусству, создали свои произведения. И, конечно, большое спасибо дружелюбе, по мнению из всего мира, которые нашли в себе силы, репетируют, не знать артистов, чтобы тебе делали свои дорисовки. И по всему миру их наследие теперь распредел на разных музеях, а сейчас собраны в русском. Мерцетка удивительна. Мы все хотим с ним с раннего детства. Но думаю, сегодня, пройдя по залу музея, вы удивитесь, как, по сути, мало мы о нем знаем. Вы увидите схематичные полотна и, наоборот, сурово реалистичные, открытые знаниями церковой жизни. Много абстрактностей и фантастических даже работ. Так или иначе, но цирк доплавляет. Метод временам проходит, метод искусству меняется. Но от цирка мы всегда ждем этого праздника, яркости красок, который потом уже в творчестве художников трансформируется в односмысл, в односмысл, в однолинии цветовых пятен. А Франсуан Мориас однажды назвал цирк последним прибежищем цирк чистого искусства. Но когда он это говорил, он даже не мог догадываться, что сегодня в русском музее мы будем открывать выставку, и это прибежище превратится в настоящий дворец. Айсен Айсен. АПЛОДИСМЕНТЫ Эта выставка была очень непростой, потому что не только 400 человек на работе в Близбине, но работы из разных коллекций, от художников, она была сложной. И эта выставка в результате состоялась во многом благодаря главному организатору этой выставки, Аминеза Мудзинова, ей и сама. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дело в том, что вот знатоке и любительные специалисты, которые занимаются цирковым искусством, утверждают, что львиная доля успеха циркового номера и трюка зависит от индивидуальности артиста, от его таланта. А мне хотелось сказать, что вот выставка в русском музее и в любом музее – это на 100% коллективное творчество. АПЛОДИСМЕНТЫ Я, доказавшую два года назад в центре вот этой цирковой круговерсии, осознаю это полностью, потому что огромное количество экспонатов пришлось отсмотреть до того, как они попали на нашу выпуск. Мы с успехом преодолели цифру 400 произведений на нашей республике. У нас принимает участие более 60 авторов наших современников. Я уже не говорю о тех художниках, которые составляют историю нашего искусства. И мне хотелось сказать два слова Владимиру Дагорову, потому что он, собственно, с самого начала, он и его группы прошли. Это трудный, ну, горячий путь с нами. Исторически он не держал все наши, как бы, удары держал. Вы увидите замечательный проект цирков и психологов. Хотелось сказать, что вообще-то выставка очень важна для нас. Мы надеемся, что, когда вы придете в залы, вы почувствуете атмосферу цирка, разделите вашу радость, сходите еще раз в большой петербургский цирк. И последнее, что я хотела сказать, мы вам очень признательны, мы очень нуждаемся в вашей любви, внимании, доброжелательности и цирк, и музее. Так что, не выставки, просим, а большое спасибо. Еще раз хочу, чтобы вы дали те, кто был на участие в этой выставке, прежде всего в музее цирка. Спасибо, они предоставили прекрасные работы. Центр фотографий братьев Юрьев, это Москва. Коллекционеры Анатолия Александровича Сударчикова, которые тоже нам очень помогают. И художники, принимавшие участие самое-самое-самое активное в этой выставке. Это Юрий Лесенко. Юрий Лесенко это инженер, который предоставил немного разных патафолий. А художники, прежде всего, это Владимир Загоров и его группа. Это Иван Тарасюс, который стоял в начале этого проекта. Он очень много помогал организационно, разобрать, идеологически и по-разному. Сам художник циркового задора. Это, конечно, Михаил Шинякин, который тоже много внимания уделяет этой теме. И много других художников, которых просто всех, я вам знать сейчас не могу, чтобы вас не утомлять. Вы увидите их работы. Все мы очень признательны за то, что они участвуют в этой выставке. И, конечно, группе лицетей Вячеслава Полудова. А сейчас я хочу, чтобы мы вспомнили наше детство, юность, потому что здесь присутствуют и молодые люди, не просто цирковые, а люди, связанные так или иначе с циверком, с обедой, с сестрами. Это Юрий Гальцев, вот он здесь с нами. Мы его приветствуем. Он тоже много внимания уделял в самом начале нашей выставки. И, конечно, Олега Попова, который здесь с нами. Дорогие друзья, зрители. Я очень рад, что вы интересуетесь цирком, и аплодируете, и рады встречать со мной, а мне очень радостно вас встретить. Пожелать здоровья, хорошего настроения. Цирк всегда дает хорошее настроение. Многие писали, что вот цирк умирает. Да, бывают звезды, падения, везде и во всем. Но цирк не умирает. Я всегда говорю и буду говорить, пока светит солнечко, искусство любое не вымирает. АПЛОДИСМЕНТЫ И очень приятно, что я нахожусь сегодня в открытии Музея Святого. Я очень был рад приехать сюда на гастроли, рад услышать ваши аплодисменты, рад встретить друзей, которых некоторых нет у меня, а мне бы хотелось им встретить. Но у меня много людей. Это большое вам спасибо за любовь к цирку. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И вам, Амитрий Константинович, вы нас радовали много-много лет, и, надеюсь, еще будете нас радовать. И, в общем, в известной степени вот эта выставка, она посвящена и вам тоже. Потому что вы один из центральных персонажей, который мы помним в сне стирка. Вам спасибо, что вы пришли на эту выставку, на открытие этой выставки. Очень прошу вас пропустить вперед первый ряд сидящих здесь. Потому что обычно первый ряд оказывается самым последним. Прошу вас купить место Олегу Попову, Юрию Гаррицеву, Иванову Тарасику, чтобы они могли первыми войти на эту выставку. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Иванович, ВИДАЛЬСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну не пропустим. Не пропустим. Не пропустим. Идем пропустим. Так давайте на выставку пойдем, а потом поговорим. Игорь и Юра. А можно... Давайте пройдем. Юра, пройдем на выставку потом. Щас, щас. Оксана, развернитесь. Идите ко мне. Давай сюда. Сходуйся, Оля. Давай, все. Вот девочка. Посмотри с девочкой, не бойся. А вы не отдалеки? Давай скорее. Давай скорее, с девочкой рядом.